Москва, 11 мая, РИА Новости. В Совете по правам человека, СПЧ, при президенте РФ предлагают ряд поправок в законодательство, направленных на смягчение положений о помещении подсудимых в клетке и взятии под стражу в зале суда, и касающихся процедуры подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. В пятницу в Совете состоялось совместное заседание трех постоянных комиссий СПЧ по научно-правовой экспертизе, по гражданскому участию в правовой реформе и по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами. В рамках заседания рассматривался, в том числе, вопрос о внесении изменения в уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство. Участники обсудили много разных предложений, отметил председатель Совета по итогам совещания. Например, мы предлагаем в Уголовно-процессуальном кодексе зафиксировать, что нельзя подсудимого после оглашения приговора брать под стражу в зале суда, поскольку приговор еще не вступил в законную силу и это преждевременно. Сказал Федотов журналистам, также предлагается внести положение о том, что подсудимый помещается в так называемой клетке в зале суда только в том случае, если он обвиняется в совершении особо тяжких насильственных преступлений, отметил глава Совета. Кроме того, мы предлагаем дополнить наше законодательство нормами, касающимися условно-досрочного освобождения, чтобы можно было подавать на условно-досрочное освобождение даже из следственного изолятора, если подошел соответствующий срок, рассказал он. Помимо этого правозащитники предлагают включить в число меопресечения для несовершеннолетних помещений в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, добавил Федотов. Это значительно более легкие условия содержания, чем те, которые имеются в следственных изоляторах. Так что для несовершеннолетних мы предлагаем такой отдельный вариант, пояснил председатель СПЧ. В ходе заседания также поднимался вопрос о пытках в местах лишения свободы. Мы также рассмотрели информацию о применении пыток в отношении лиц, которые проходят обвиняемыми по так называемому пензенско-петербургскому делу. Пришли к выводу, что нам необходимо по данному вопросу встретиться с главным военным прокурором и обсудить все детали этой истории, поскольку пытки запрещены российской конституцией и наказываются в соответствии с российским законом, заявил Федотов.